Рабочая неделя во Владивостоке началась с 10-ти бальных пробок. Снегопад, который подарила горожанам погода в Международный женский день, обернулся для тысяч жителей Приморской столицы опозданием на работу. И если по центральным трассам движение просто затруднено, дороги в целом расчищены, то дворы и придомовые территории превратились в огромные катки, усугубляют ситуацию гигантские кучи снега, убирать которые должны управляющие компании, ликвидировать наледи или на худой конец просто засыпать дворы песко-солевой смесью, также ответственность обслуживающих организаций. Хочу обратиться к жителям Владивостока. Я надеюсь, что кто-то смог отдохнуть и детишек на санках покатать. Но есть необходимость подключиться вместе с муниципальными службами и теми предприятиями, которые включились в работу, выйти, хотя бы начать уборку своих дворовых территорий. Снегопад, который обрушился на Владивосток 8 марта, принес полуторамесячную норму осадков. Только за одну ночь выпало более 22 мм снега. Высота сугробов составила более 20 сантиметров. Заносы в некоторых районах достигали полуметра. В праздничный день непогода горожан только радовала. В социальных сетях даже объявили забавный флешмоб с призывом искупаться в снегу. Это самое лучшее 8 марта. Борьбу с последствиями стихии городские дорожные службы ведут уже пятые сутки. Дорожная техника работает круглосуточно. Задействованы 85 машин. Однако и они справятся с таким количеством выпавших осадков не в состоянии. Необходимо в четыре раза больше. На помощь городским службам пришли сотрудники краевой администрации, МЧС, военные и крупные коммерческие организации. Протяженность городских дорог сейчас порядка 800 километров и 5,5 тысяч квадратных метров площади. В связи с этим, конечно, того количества и в том состоянии, в котором находится муниципальная техника, безусловно, недостаточно. По нормативам требуется порядка 500 единиц техники с учетом вспомогательной, для того, чтобы не просто убрать с дорог этот снег, но и вывести его. Нарастающим итогом с начала снегопада во Владивостоке убрано более 23 тысяч кубометров снега. С такими объемами уже не справляется утвержденная площадка Новоселковой. На текущий момент она полностью забита. Оперативный штаб ищет другие варианты для складирования снега. Временный снежный склад на центральной площади, прозванный горожанами Приморской Фудзиамой, стал сегодня популярным местом для прогулок и игр. Особенно веселятся дети, играя в снежки и катаясь в внушительных горок. Спешат фотографироваться на фоне снега и иностранные туристы. За ночь снежная гора еще подросла, пока горожане спали, дорожные службы продолжили уборку и вывоз снега с улиц Владивостока. Чтобы убрать снежные горы на центральной площади, используют две мобильные снегоплавильные установки. Информация об этом с хэштегом «Бюджет экономить нужно» появилась на страничке главы города Виталия Веркиенко. В муниципальном СГТ нашлись две мобильные снегоплавильные установки. Шесть лет без эксплуатации. После диагностики и техобслуживания запустим для плавления снега на центральной площади. Нерационально тратить бюджет весной на транспортировку снега. А пока детям горки на радость. Пешеходные зоны вручную расчищают 70 сотрудников управления содержания городских территорий администрации Владивостока. А вот работой управляющих компаний многие горожане не просто недовольны. Страничка главы города в социальной сети превратилась в настоящую книгу жалоб на обслуживающей организации. Управляющая компания Ленинского района не позорилась бы. Нахапали домов, а работать нормально не могут. Толстого 45, даже близко никого не было. Сами чистили около подъезда. На дороге каша, ни пройти, ни проехать. Такой накат, что дорога сравнялась с тротуаром. Дети бедные до школы и садика еле карабкаются. На Красного Знамени с 93 по 101 дом идет только одна дорога. Другого выезда нет. Дорога не чищена, спуск к домам невозможен, если это не джип или не 4ВД. А завтра там три школы. 56-я, 76-я, Эврика, детсад номер 5, управляйка опять ничего не может. Дворники около домов почистили, а остальное никому не нужно. Знать бы, где чья ответственность. Дорога, которая идет мимо дома, это обязательно придомовая территория? Или все-таки зона ответственности города? Или вот стоит магазин у дороги. И со стороны этой дороги у него располагается место разгрузки грузовиков-поставщиков. Вопрос, кто должен заниматься порядком на этом участке? Город, магазин или управляющая компания, к домам которой ведет эта дорога? Некоторые участки дорог во Владивостоке не удалось расширить и очистить от снега из-за припаркованных автомобилей. С безответственностью некоторых владельцев транспортных средств в ночь с 12 на 13 марта будут бороться с помощью экипажей ГИБДД и эвакуаторов, припаркованные вдоль дорог машины, будут эвакуировать. А спецтехника зайдет на очистку. Светлана Садовая, Новости на Восьмом.